Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. Неделю назад мы с вами начали разговор о величайшем евангельском чуде, чуде Богоявления, явления Бога в мире. Сегодня заканчиваются святки, заканчиваются они праздником крещения, и в том числе об этом празднике мы сегодня с вами поговорим. Но до этого праздника мы постараемся продолжить тему, поднятую в прошлой нашей передаче, тему «Тайны Боговоплощения». С нашим гостем, протеереем Дионисием Кузнецовым, настоятелем храма в честь иконы Божьей Матери Умиления. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, дядя Сергей! В прошлый раз, в прошлой нашей передаче мы поговорили очень обстоятельно, просторно поговорили о историческом контексте, о той исторической эпохе, в которую приходит Христос, о том, на какие вопросы является ответом этот приход. Мы поговорили о датировке, о времени воплощения, о том, каким образом мы исчисляем наши современные года. А сегодня бы мне хотелось, прежде чем подступиться к празднику крещения, о его богословском смысле немножко, вернуться к теме Рождества и с такого вопроса начать. Часто звучит этот вопрос и от не совсем воцерковленных людей, которые переступают церковный порог, и у них начинают возникать вопросы при чтении Евангелия, а зачем вообще нужно было в очеловечивание Бога? Неужели Господь не мог спуститься с небес, как Он это делал, например, по отношению к Моисею в Неополимой Купине, или идти огненным столпом, как Он шел перед народом израильским из Египта? Зачем нужно было в очеловечивание Бога? Каково мессианское вообще значение вот этого события? — Здесь есть один важный момент, почему Бог избирает. Избирает именно такой способ обращения к миру, явления себя миру. Первый важный момент — то, что Бог не принуждает людей. Ведь если бы Бог явился свыше в виде неоспоримого, чудесного, сверхъестественного явления для всех людей, то тогда люди бы вынуждены были бы верить Ему. Не потому что хотят, а силой авторитета, силой сверхъестественного явления. Как если бы в громе, в молнии, в шуме сошел Господь. Было бы неоспоримо, что Он — Бог, и вот Он явил Себя людям. Здесь нет веры к Богу. Здесь вынужденное согласие. Да, Ты велик, Ты грозен, Ты славен, и мы не можем не принять Тебя. Здесь не было бы веры, а Господь сказал, блажен не видевший и уверовавший. И люди верят на слово Богу. Изначально, так еще до рождения Христа, древние праведники Авраам поверил Богу на слово. И здесь Бог не меняет свое отношение к человеку, а продолжает так же, как и всегда, обращаться к сердцу. Сыне, дай мне сердце Твое. И поэтому Он является незаметно в Вифлееме, в Яслях, в сарае для скота. Рождается тот, кто создал этот мир. Рождается для того, чтобы люди могли пройти путем человеческим к воротам рая. Есть знаменитое выражение одного из отцов в церкви. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. И поэтому Сын Божий, предвечно пребывающего отца, вот здесь очень такой момент тайны Пресвятой Троицы. Необъяснимый с одной стороны, с другой стороны Бог что-то, нечто нам об этом открыл. Он говорит, что Он един, что это не три Бога, что это единое Божество. И Отец вечно рождает Сына, а Сын вечно происходит от Отца. Не было такого времени, когда Сына не было. Если бы было такое время, тогда мы могли бы говорить о Трои Божии. Постепенные явления сначала Отца, потом Сына, потом Духа Святого. Или в ином порядке. Но в том-то и дело. Что мы не можем здесь прилагать свои человеческие мерки. Да, вот сначала человек, вот обычный, рождается, он, его никто не называет отцом. Когда у него рождаются дети, он становится отцом. Но Бог неизменяем, потому что совершенен. И поэтому Он вечно пребывает в состоянии Отец, Сын и Святой Дух. И Сын воплощается и становится Бога-человеком. Начиная с самого естественного образа. То есть в утробе матери возрастает плод, потом рождается человек, человек растет, проходит детский период, муторчество, по взрослую жизнь входит. И проживает потом нашу жизнь такой, какая она есть. Единственное отличие его жизни от жизни обычного человека, то, что он не соприкоснулся к греху. Не соприкоснулся, потому что для него грех неестественен, с одной стороны, как для Бога. С другой стороны, он не только Бог, он и человек. И поэтому выбор осуществляет. Бога-человек, Иисус Христос, после крещения, о котором мы будем говорить позднее. Но сам факт того, что Сын Божий проживает человеческую жизнь от рождения до смерти, и смерти ужасной, мучительной, тем самым он показывает, что он с нами на том пути, который мы проходим. Он не со стороны учит нас, не свысока. Он действительно, как любящий отец, проходит вместе с нами весь тот путь, который мы проходим. Человеку ужасает преждевременная смерть. Смерть по напрасному обвинению. Смерть во цвете лет. Смерть хорошего человека, в конце концов. Все это нас ужасает. Мы восстаем всегда против этого. И вот всю эту тяжесть Христос берет на себя. И поэтому он рождается не в царском дворце, в бедном, в бедной обстановке. И живет гонимый. Изначально спасается от гонений. И поэтому то, что он избирает именно такой путь Бога воплощения и явления себя миру, показывает то, насколько он любит человека, человеческий род. Об этом же и говорит Священное Писание. Ибо настолько возлюбил Бог человека, что отдал Сына Своего Единородного. Ну, а вот все-таки вопрос такой вот интересный. Немножечко по-касательному мы к нему прошли. Немножко по-другому я его тогда задам. Почему для православных главным все-таки праздником, смыслообразующим таким, вокруг которого вертится вся наша, даже богослужебная жизнь, то есть центром богослужебного круга является Пасха. А для, например, западного мира является праздник Рождества. Смыслообразующий. Он главнее, он более пафосно празднуется. Пасха, может быть, празднуется, но не так, как нами. Мессианское-то значение все-таки вот этого вочеловечивания каково. Здесь важно, что на Западе на самом деле Пасха тоже празднуется. Да. Просто, скажем так, в массовой культуре. Здесь нужно понимать, что христианская культура, она не вытесняет до конца. Не только на Западе, но и у нас на Востоке. У нас люди могут совмещать веру в Христа с верой, допустим, в каких-то домовых, например. Это очень народное, простое совершенно верование, но тем не менее оно есть. И хорошо, если человек смог преодолеть это в себе и оставаться только христианином, не веря в каких-то древних языческих духов. Но это не всегда, к сожалению, людям удается. Точно так же в западной части Римской империи, которая стала Европой, стало возможным празднование Рождества Христова. В том числе потому, что у них были традиционные празднования свои в это время. В Древней Римской империи были Сатурналии, когда самая темная ночь в году наконец заканчивалась. И вот начинался расти день. Почему 25 декабря? И ведь точная дата самого, точный день рождения самого Спасителя в Евангелиях не указана нигде. И поэтому Церковь приурочила, потому что часто святые отцы пользовались в объяснениях о Боге аналогией Солнца. Солнце для нас не божество, но оно помогает нам в том числе для объяснения некоторых аспектов божества, проявления божества в нашем мире. И поэтому для того, чтобы показать величие вычеловечившегося Христа среди язычников, устанавливается в том числе празднование на 25 декабря. И традиционный праздник Западной Римской империи постепенно замещается христианским Рождеством в том числе. Поэтому для них это как бы в культуре остается празднование Рождества. Но тем не менее, Пасха для них точно так же, для западных христиан, значимое событие. И точно так же, как для нас, для христиан Востока, здесь важно что? Что Христос пришел для чего? Рождается Христос. Он рождается для того, чтобы рассказать людям заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Да, это очень важно. Исцелить больных, воскресить мертвых, утешить унывающих. Но что человеку толку от того, что он утешен, исцелен, если после смерти он не сможет войти в рай? Адам, согрешив, подпал под власть дьявола, который, подобен работорговцу, получив однажды во власть кого бы то ни было, он уже не отпускает. Даже если человек готов выполнить свой долг, за который он попал в рабство, или готов раскаяться, принести сожаление, что он вел себя плохо и попал в рабство из-за этого. Дьявол не хочет терять власти не только над самим человеком, Адамом первым, но и над его потомством. Древний принцип рабовладения — дети раба тоже рабы, даже если они невиновны в преступлениях родителей, которые перевели их в рабство. И рабовладелец не отпускает свою собственность, он насильно принуждает их к рабству. И вот получается, что все потомки Адама, даже праведные, Абраам, Моисей, все они не могли войти в рай. И поэтому Христос приходит не только и не столько для того, чтобы научить людей, сколько для того, чтобы спасти их от власти ада. И здесь как раз тоже очень важно вочеловечивание. Христос умирает на кресте, умирает Бога-человек. И как потомок Адама, он сходит в ад. Все потомки Адама идут в ад, вне зависимости от того, они грешили или не грешили. Но сходит в ад не просто человек, не просто очень хороший человек, а Бога-человек. Может ли власть иметь ад над Богом? Нет, власти над Богом ад не имеет. Более того, вот этой своей добровольной жертвой за людей, хотя он сам не виновен в их грехах, он не воспринял на себя грех. Христос разрушает власть ада над человеческим родом. То есть до этого человек, если бы и хотел, не мог покинуть. А здесь уже нет. Именно потому, что свою жизнь Бога-человек отдал за людей. Никакой другой праведный человек, если он все-таки оставался просто человеком, не смог бы разрушить. Прожив праведную жизнь, он все равно, может быть, избежал бы тех мучений. Вот как сказано, опять же, в притче о бедном Лазаре, то есть все-таки бытие праведников и грешников даже вне рая отличалось. Как мы знаем из этой притчи, которую рассказал Христос своим ученикам. Но тем не менее, рай достигнуть они не могли. И вот здесь открывается путь в Царство Небесное. Именно благодаря чуду смерти Бога-человека и его воскресении. Он воскрес и даровал возможность воскресения жизни вечной всем людям. Ради этого он пришел. Ради этого он явил себя миру. Вот и в этой связи совершенно логичным уже будет наш переход к празднику крещения, который мы празднуем сегодня. О детстве Христа и о том, почему о нем умалчивает Евангелие, я предлагаю поговорить в следующей нашей передаче. Ну вот проходит период детства, отрочества, и Христос, 30-летний, приходит на реку Иордан, где его встречает пророк, предтеча Иоанн, который на этой реке совершает крещение. Крещение – покаяние. Иоанн произносит, то есть такой его боевой клич, можно так сказать, да, «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это такая обличительная проповедь грехов всех тех, кто к нему приходит. И Христос через некоторое время, уже после крещения, тоже выйдет с этим же призывом «покайтесь». Вот как мы можем, ну то есть, почему для проповеди избирается именно этот призыв? Почему не что-то другое? Почему не обратитесь к Богу? Почему не помолитесь? Почему не, там, не знаю, а именно вот покайтесь? И самое главное, сразу же задам этот вопрос, для чего Христос принимает крещение, покаяние? Зачем он входит в реки Иордана, будучи безгрешным, будучи неудобо преклонным ко греху? Почему Бога-человек окунается в воды, невзирая на недоумение самого Иоанна Претечи? И какую правду-то все-таки он исполняет, о которой он говорит, так нам надлежит, исполним всякую правду? Вот такие два вопроса. Но здесь первый вопрос, почему Иоанн Претечин начинает с этого призыва? Потому что Бог зовет человека, обращает внимание пророк Иоанн Претечи и все пророки до него, они обращают внимание людей, которые заняты своими повседневными делами, жизнью своей. В этой повседневной жизни они забывают о нравственном законе внутри себя, отступают от заповеди Божьей. Почему? Ну, просто потому что чаще всего так легче. Трудно человеку, иногда бывает очень трудно, исполнять то, к чему призывает его Бог. А иногда просто невыгодно. Если это влечет какие-то потери, то человек часто идет на сделку собственной совести и отказывается. А потом, как часто бывает, оправдывает сам себя. И в результате как бы делает ненужным обращение к Богу и невидимым свой грех. Забыл о нем. И поэтому древние пророки всегда говорили о том, что человеку нужно покаяться. Покаяться не в смысле признать свою вину. Покаяние — это большее. Оно начинается с признания своей вины, а заканчивается изменением жизни. Восстановлением нормального нравственного состояния. Когда человек чист перед Богом, сердцем, перед ближними своими. Чист в своих словах, мыслях и поступках. Как нам бы хотелось, чтобы наши близкие были честны. Честны перед нами. Чтобы мы были честны. Чтобы ничто не разделяло нас. И вот поэтому грех он всегда разделяет. Разделяет Бога и человека, людей между собой. И вот пророки, они говорят, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Иоанн Предтеча говорит, что Бог готов устранить ту преграду, которая есть между ним и людьми. Бог готов устранить ту преграду, которая есть между людьми. Но для этого нужно их желание измениться. Покаяние — это как раз и есть изменение. Перемена состояния, перемена ума. И для того, чтобы стало возможно вот это возвращение нравственного начала, укоренение добра в человеке, нужно желание человека. И если есть такое желание, то тогда происходит первый этап. Иоанн Предтеча совершает омовение, внешнее омовение, как внешний знак. То есть само по себе омовение в реках Иордана, и сам Иоанн Предтеча это подчеркивает, не несет избавления от греха. Если человек не готов изменить свою жизнь, когда к нему приходят некоторые люди, он говорит, кто внушил вам бежать от лица будущего гнева? «Покажите плод покаяния». То есть они хотят вроде бы, да? Но когда они слышат от него, что формальное омовение в водах Иордана не снимет с них грех, они уходят. Потому что менять свою жизнь они не хотят. Потом Иисус Христос их в этом обличает. Если вы признаете Иоанн Предтечу как праведника, то почему вы не приняли крещение от него? Именно потому что они не готовы были изменить себя. Они не готовы были формально очиститься, как и все люди. Приходят, ну это же неплохо, если с нас снимется вина, тяжесть грехов, это хорошо. А вот если при этом ставится условие, что тяжесть греха с тебя снимается только тогда, когда ты готов измениться, человек говорит, я не готов. И уходит. И поэтому Иоанн Предтеча готовит людей. Готовит людей к пришествию Спасителя. И готовит путь для самого Христа. Он в том числе не только делал то дело, он исполнял пророчества древние. Что так будет. Будет тот, кто приготовит путь Господу. Как это кажется для нас странным. Разве человек может помочь чем-то Богу? Разве он может приготовить ему путь? Разве Бог нуждается в чьей-либо помощи? Оказывается, да. Не потому, что он не всемогущий. Бог всемогущий. Но именно потому, что он дорожит человеком. И ему важно сотрудничество. То сотрудничество, которое роднит невидимого всемогущего Бога и ограниченного человека. То есть Бог ставит нас с собой рядом. Не гнушается, не брезгует, не смотрит свысока. Именно потому, что он зовет нас к сотрудничеству. И вот Иоанн Предтеча подготавливает. И тут происходит действительно странное, о чем вы сказали. Когда приходит безгрешный Иисус Христос. Он приходит и выражает желание принять крещение. А это крещение не то крещение, которым мы сейчас называем таинство крещения в церкви. Мы сейчас крестимся, исповедуя свою веру. Для того, чтобы начать путь в Царство Небесное. И мы крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Подразумевая, что Сын воплотился, Бога человеком стал. То есть для нас это полнота христианской веры в самом факте крещения. Тогда этого быть не могло, потому что Христос еще себя миру не явил. И поэтому это было крещение, как вы правильно сказали, покаянием. То есть что-то, то, что напоминает скорее нашу исповедь нынешнюю. И вот поэтому законный вопрос Иоанна Предтечи. Почему ты приходишь креститься? Это я должен у тебя креститься. Потому что Иоанн Предтечи, несмотря на то, что он пророк, праведник, тем не менее он, видимо, хотя для нас Евангелие не говорит об этом, что в чем именно, но в чем-то он отступал. Встречая Бога, человек всегда чувствует, в чем он неправ. Даже если до этого не замечал. Поэтому в древности Моисею был дан ответ, когда он обратился к Богу и сказал, «Господи, если я обрел благоволение пред Тобою, дай мне увидеть лицо Твое». На что Бог ответил с грустью, что не может человек обычный увидеть меня и не умереть. Потому что человеку страшно увидеть себя таким, какой он есть на самом деле. Своё состояние духовное. И поэтому здесь Иоанн Предтечи, встречая Христа, видит в себе свои ошибки. Может быть, он их видел раньше. Мы не знаем, опять же. Но он видит их и здесь исповедует. Это я должен у тебя креститься. Тем самым он исповедует своё несовершенство перед Христом. И я ли должен. И получается так, что здесь правда Христова именно в том, что он сходит. Сходит в вода и ордан не потому, что грешен, а потому, что он берёт на себя бремя человеческих грехов. Он сходит в самое дно, туда, куда люди приходят и приносят всё самое плохое и ужасное. Вода и ордан. И он приходит, чтобы отсюда начать свой путь. Путь Спасителя мира. Боечка, спасибо. К сожалению, время нашего эфира закончено. Единственное, что бы я хотел сегодня обратить внимание телезрителей, это на то, что мы, говоря о празднике Крещения, сознательно не говорили сегодня о воде, купании, о том, сколько баклажек воды нужно принести домой. Потому что, ну, вот-вот суть праздника. И в этом его содержание. И именно это мы с вами празднуем, отмечаем. Вода всего лишь некая подспорья. Вот. И некая такая, некая второстепенная, важная, значимая, но второстепенная традиция окунаний и принятия воды Святой Великой Агиасмы. Спасибо вам за ваши ответы. Вас, дорогие друзья, я поздравляю и с Рождеством, и с Богоявлением, с Крещением. И вот, наверное, заканчивая сегодняшнюю передачу, красной нитью через нашу беседу проходила идея, которую мы, правда, не озвучили, идея одного из святых отцов. Ответ на вопрос, зачем все-таки воплощается Христос, что не воспринято, то не уврачевано. Поэтому Христос принимает абсолютно полностью нашу природу, погружаются в воду с нашими грехами для того, чтобы только лишь одно сотворить и сделать, великое чудо явить, уврачевать человеческую природу. С праздником вас храни во всех, Господь!